всем привет привет и в этом видео мы начинаем новые задания по черчению мы я хочу с вами немного поиграть сегодня я буду вашим учеником а вы будете моим учителем и смотрите у нас сегодня такое задание нам необходимо нарисовать эту детальку так как она нарисована в изометрической проекции и по выделенной разметки нам необходимо удалить из нашей изометрической проекции соответствующие части то сделать определенные вырезы я буду рисовать а вы будете искать ошибки потому что ошибки я буду делать намеренно их будет 12 но не больше трех и я если вы найдете все ошибки вы отличник по черчению давайте приступим самом начале я просто перерисовываю нашу деталь откладываю по 30 градусов влево и вправо для построения изометрической проекции и если вы найдете все ошибки обязательно пишите об этом в комментарии вы можете смело называть себя отличником по черчению начале мы строим все в тонких линиях потому что нам еще нужно будет производить удаление определенных сегментов так наша деталь нарисована я удаляю все вспомогательные линии оси координат они нам больше не нужны давайте начнем теперь удалять выделенные сегменты теперь будьте внимательны смотрите если у нас вот здесь нарисована линия то есть я начинаю удалять следите за моими построениями так вот этот удалим теперь мы удаляем вот эту линию это дам и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вы скажете, какие вы нашли у меня здесь ошибки или недочеты. Вот теперь, по моему мнению, наша деталь нарисована в изометрии правильно. Со всеми 1, 2 и 3 удалениями или вырезами. Давайте, я даю вам немного времени. Секунд 15, 20, 30. Вот. И скажите мне, какие вы ошибки у меня нашли. Продолжение следует... Ну все, давайте теперь приступаем к разбору. Самый первый вырез, который под вот таким вот углом скос, он нарисован полностью правильно. Здесь ошибок никаких нет. Разбираем теперь прямоугольный вырез. На нем, конечно же, имеются многочисленные ошибки. И теперь смотрим. Во-первых, если мы вырезаем, у нас появляется ребро в нижней части основания, тоже видимое. Соответственно, мы рисуем его уже видимым. И оно уходит, вот скрывается за вот этими гранями. Вот вертикальный угол тоже образует ребро, которое идет до самого низа основания детали. Вторая ошибка. Теперь. Вот эта линия, когда мы вырезаем, она просто исчезает. Ее уже нету. Ну, это, пусть это будет не ошибка, будет маленький недочет. Теперь, если у нас вот эта грань или поверхность совпадает с вертикальной вот этой поверхностью, значит, здесь уже никакого ребра не будет. Соответственно, здесь будет прямая поверхность. На вот этой поверхности точно такая же история. Все это должно удаляться. Ну, и теперь, в принципе, второй вырез сделан у нас правильно. Теперь приступаем к третьему нашему вырезу. Что здесь не так? А здесь не так то, что эта поверхность, она идет под углом. Соответственно, и разрезан вот это ребро, оно должно идти тоже под углом. И никакой вертикальной линии здесь у нас не будет. То есть, давайте я покажу вам с вот этой стороны. У нас будет идти линия параллельная ребрам, на которой, на поверхности, которой она и лежит. Ну, и прошу прощения, вот вертикальная линия, она-то у нас будет. Но она пойдет до самого низа основания. Посмотрите. Ну, теперь-то видно, что деталь, в принципе, нарисована правильно. Давайте для четкости теперь я ее обведу. И как? Вы заметили мои ошибки все? Или какие-то тоже пропустили? Ничего страшного. Вы еще школьники, вы еще учитесь. И поэтому для развития вашего пространственного воображения, чтобы вам было интересно, я специально и придумал такие задачки. В этом плейлисте теперь их будет много. Заходите, смотрите и развивайтесь. Все, наша деталька нарисована. Ну, и давайте, как обычно, для большей уверенности, что мы исправили все наши ошибки. А их сколько было? Я пообещал вначале, что три, а сам сделал даже, наверное, штук пять. Давайте теперь посмотрим, как эта деталь будет выглядеть в 3D программе. И сравним. Быть может, мы какие-то ошибки все-таки упустили. И вот перед нами изометрическая проекция деталей. То, что было задано в задании. Посмотрите. Достаточно интересная деталь. Достаточно простая, что скрывать. И в то же время, она еще перед нами нарисована без дополнительных вырезов. Здесь мы еще не можем сказать, что конкретно правильно, что неправильно. Давайте теперь я потихоньку начну вам показывать, как будут выглядеть наши вырезы. Давайте начнем слева. Посмотрите. Нарисовали мы правильно. Если мы сравним с тем, что показано у нас на бумаге. Правильно. Но правильно после того, как мы все исправили ошибки. Потому что первоначальная версия была заведомо с ошибками. Посмотрите. Вот эта линия. Она на самом деле идет параллельно вот этой линии. То есть она находится на наклонной вот этой грани. И первый наш вариант, когда она была параллельно горизонтальному основанию. А здесь был маленький скос. Был абсолютно неверным. Это была заведомо сделанная ошибка. Но я надеюсь все-таки, что вы ее обнаружили. Но если не обнаружили, то тоже не страшно. В принципе, теперь вы будете знать на таких заданиях. Вы и учитесь, как правильно координировать себя. Как правильно обнаружить ошибку. Но давайте теперь посмотрим на правую сторону. На наш скос. Ну, в принципе, он был изначально выполнен без ошибок. Здесь я не стал делать никакие ошибки. Чтобы с самого начала не вводить вас в заблуждение. Чтобы, так сказать, немножко снизить вашу бдительность. Ха-ха-ха. Ну вот. Давайте теперь посмотрим на вид. На вырез с середины. Посмотрите. И я оказался полностью прав. Вот здесь никакой линии теперь у нас нет. Ну, то, что вот здесь, внизу, на основании, я забыл убрать линию. Конечно, я забыл ее убрать специально. Вот. Не об этом речь. Но это маленький недочет. Но вот здесь обязательно, когда у нас одна грань образуется. Вот. Линии все, находящиеся на ней, они просто исчезают. И точно так же, посмотрите. И точно так же здесь. Никакой линии уже нет. И если мы немножечко повернем нашу деталь до того вида, какой я его нарисовал, то, что у него глубина одинаковая, как и ширина выреза, соответственно, дальнее ребро совпадает с вот этим ближним ребром. И оно будет выглядеть где-то вот так. Посмотрите. Ну, хорошее получилось задание. Я надеюсь, вы с ним справились. Если вам что-то оказалось непонятным, если вы с чем-то не согласны с моими какими-то решениями, с моими исправлениями, обязательно пишите мне в комментариях. Я вам обязательно отвечу. Поэтому, если вам понравилось задание, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые задания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok